МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире нашего телеканала «Город сегодня». Здравствуйте! Октюбинские спортсмены не перестают радовать нас спортивными успехами. Если о былой славе футбола болельщики все еще мечтают, то в других видах спорта есть достижения. Сотни ребят приходят в секции тэквондо. Особенность этого боевого искусства в том, что помимо навыков борьбы, оно формирует личность человека, его взгляд на мир. В этом году, помимо крупного турнира, который проходил в октябре и назывался «Боец Азии», местные тэквонтисты приняли участие еще в нескольких международных соревнованиях. Так, в Кишиневе проходил открытый Кубок Европы по тэквондо ГТФ, в котором приняли участие 14 стран. В казахстанскую сборную вошли 20 актюбинцев. И по результатам всех единоборств Казахстан получил третье командное место. Наши молодые спортсмены показали высокий технический уровень и привезли награды из других чемпионатов, которые проходили в Бишкеке и Уфе, а также чемпионата Республики Валматы. Сегодня в нашей студии обладатель черного пояса первого дана Спартак Аксенов и Нургиса Издебай, старший тренер детской сборной актюбинской области по тэквондо ГТФ. Приветствую вас. Спартак, первый вопрос к тебе. Ты получил несколько призовых мест за последние месяцы. Где был? Расскажи, что были за соревнования. В этом месяце у меня было небольшое турне. Я побывал в городе Уральске первое место. Побывал в городе Бишкеке второе место. Там был открытый чемпионат Чуйской области. Побывал в городе Уральске второе место. И последнее соревнование было в городе Уфе. Расскажи, где было сложнее всего и почему? Ну, сложнее было в городе Алма-Ате, так как было много соперников, было много участников. Вот можно ли от соперников ожидать необычных сюрпризов? Какие-то приемы или что-то еще? Я как бы слежу за своими соперниками, слежу, как они выступают до моих боев. Сколько лет ты занимаешься и когда получил первую награду? Занимаюсь 8 лет. Первая награда за выездом, это было город Павлодар в 2011 году. Вот скажите, Нургиса, за 15 лет это хороший результат для подростка в Тэквондо? Это вполне удовлетворительный результат. Вполне. Вот сейчас у вас приходит заниматься много ребят. Скажите, как вы уделяете время каждому, чтобы он был лидером? Это, знаете как, тренировка в группах, и потом они сами определяются. Кто-то бросает, кто-то до конца. У кого-то талант, у кого-то упорство. Но и упорство, и талант, тем не менее, помогают, да? В любом случае, отбор. В этом году весной, ребята, где побывали, расскажите. В этом году весной основные турниры, вот вы видите кубки, большие, так скажем, старты наши хорошие. Это город Уфа был 16-19 мая. И открытый кубок Европы, Молдова, Республика, город Кишинев. Нургиса, вообще какой уровень подготовки у наших ребят, если сравнивать с другими городами? Очень хороший. Потому что наши ребята всегда входят в первую, вторую категорию по медальным зачетам. Нургиса, расскажите, что это за кубки? Ну вот наши основные старты, которые мы ездили, кубки. Вот эти три кубка, из них составляющие, из Молдовы. Это третье общекомандное место среди 14 стран, 500 участников. Заметьте. И первое общекомандное место в командных спаррингах среди юниоров. И второе мужское по командным боям. Это бои делятся 5 на 5. 5 соперников против Питерых. И второе место, куда ездил сам Аксенов. И поспособствовал второе общекомандное место кубок. Какое из видов тэквондо вообще принято в Казахстане? Из них три федерации работают. Всемирно признанных. И три работают во всех городах Казахстана. Спартак, вот скажи, о чем ты мечтаешь? Ты хочешь свою дальнейшую жизнь связать с спортом? Да, я занимаюсь для себя, для своего будущего. Хочу стать тренером. Тоже так же ездить, как тренер. А вот с какими проблемами ты сталкиваешься? Мешают ли твои тренировки учебному процессу в школе? Чередую так же. Учеба, тренировки, учеба, тренировки. А родители как относятся к твоему увлечению? Нормально. Поддерживают тебя? Спартак, почему тебе нравится тэквондо и что именно тебя привлекло? Почему не легкая атлетика, не баскетбол, вейлейбол, футбол, которым очень много ребят увлекается? Мне нравится динамика, скорость, бои, удары ногами. Адреналин. Адреналин, да, по-своему. Так же усердные тренировки. Нургиса, а вообще с какого возраста вы принимаете ребят? Вообще ребята, группа национальной подготовки занимаются. Дети у нас с 5-6 лет. И набираются новичков группы с 10 лет. Вы какой-то отбор ведете специально? То есть говорите родителям, что ваш ребенок не приспособлен для этого вида спорта, для тэквондо? По состоянию здоровья определяем. В основном. Есть ребята, которым можно заниматься, а у которых чуть-чуть нюансы есть в здоровье. Куда приходить родителям? Когда у вас набор? Не за горами лета, наверное, вы будете отдыхать? Да, да, да. Наши залы, в основном, в сайте. Все на сайте вывешены. И в основной зал у нас Динамо по Кирееву. В старой части. Что пожелаете спортсменам, которые хотят связать свою жизнь с тэквондоу? Упорство и трудолюбие. Самое главное. Спартак, а о чем ты мечтаешь, помимо спорта? Ну, вообще мне охота, наоборот, съездить в Кипр. Летом будет соревнование. Очень тяжелое. Хочу туда съездить, поучаствовать. То есть для тебя легкие этапы в тэквондо уже пройдены? Да. Я желаю вам удачи. А тебе побольше наград, и чтобы было не 4 кубка, а как минимум, ну, 400. Всех благ. Выбор вида спорта, которым будет заниматься ребенок, серьезный вопрос и для родителей, и для самого юного спортсмена. Большинство чемпионов привели в секцию папы или мамы. И если угадали, к чему есть талант и силы, то появится и результат. В октябре появляются новые секции, поднимаются и другие виды спорта. Гимнастика, фигурное катание, коньки, хоккей. Важно не пропустить, с какого возраста приводить детей в спортзал. И пусть они становятся новыми чемпионами города, страны и мира. На сегодня все. Хорошего вам настроения и крепкого здоровья. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин